С вами снова канал VideoNews и мы снова выкладываем очередное видео об интересном вокруг нас. Открытие экзопланет далеко за пределами нашей Солнечной системы на сегодняшний день стало настолько обыденным делом, что на него уже в обществе практически никто не обращает внимания. Различными методами при помощи наземных и орбитальных телескопов уже открыты сотни планет, которые вращаются вокруг своих светил на удалении в многие сотни и даже тысячи световых лет от Земли. Однако сегодня мы расскажем вам об исследовании, результаты которого были опубликованы 3 октября 2018 года и стали настоящей сенсацией в мире астрономии. По всей вероятности, данные изыскания подтвердили существование у далекой экзопланеты близкого спутника. Если в нашей Солнечной системе известно о более чем 200 различных планетарных спутниках, то за ее пределами это первый выявленный подобный объект. В научном мире данное открытие по своей значимости уже поспешили сравнить с открытием Урана и Нептуна. В связи с этим в научный обиход ввели термин экзомоон, или в переводе на русский экзолуна. Астрономы из Колумбийского университета в США Алекс Техай и Дэвид Киппинг, которые являются авторами данного исследования, считают, что их открытие является важнейшей вехой в дальнейшем поиске внесолнечных планет и их спутников. В дальнейшем оно способно даже сделать коренной переворот в теоретических моделях образования лун у планет. Как бы там ни было, но давайте разберем это уникальное открытие подробно. Тема поиска экзолун у далеких планет давно занимала ученый мир, однако до недавнего времени не давала абсолютно никаких результатов. В поисках экзолун исследователи проанализировали данные по 284 обнаруженным космическим телескопом Кеплер планетам, которые вращаются на сравнительно широких орбитах вокруг своих центральных звезд с периодом более 30 земных дней. В ходе наблюдений измерялось мгновенное затемнение звездного света, когда планета проходила перед своей звездой, что называется транзитом. Именно таким методом на сегодняшний день открыта большая часть известных ныне экзопланет. Именно при помощи такого метода астрономы надеются обнаружить у них и экзолуны. В июле 2017 года исследователи обнаружили интересные и интригующие аномалии в транзитном поведении планеты, обозначенной как Кеплер 1625 b. Эта планета вращается вокруг солнцеподобного желтого карлика Кеплер 1625, который имеет примерно 14-ю звездную величину на нашем небосводе и расположен в направлении созвездия Лебедь на удалении от Земли примерно в 4000 световых лет или 1200 парсек. По всей видимости, Кеплер 1625 – это одиночная звезда главной последовательности спектрального класса G, имеющая массу и радиус практически аналогичные с солнечными. Температура на поверхности светила несколько уступает солнечной и составляет порядка 5700 градусов по Кельвину. В 2016 году охотник за экзопланетами НАСА Космический телескоп Кеплер помог транзитным методам открыть у этой звезды планету газовый гигант Кеплер 1625 b с радиусом от половины до целого радиуса Юпитера. Однако массивнее его примерно в 10 раз. Орбитальный период Кеплер 1625 b был определен чуть более, нежели 287 земных дня, а расстояние от центральной звезды немногим более чем 0,8 астрономической единицы, что аналогично расстоянию от Солнца до Венеры. При таких условиях данная экзопланета легко помещается в предполагаемую зону обитаемости, где вода на поверхности скалистых планет может пребывать в жидком состоянии. Стоит отметить, что плотность вещества открытой планеты вероятнее всего в десятки раз превосходит аналогичный показатель привычного нам Юпитера, что чуть ниже предела так называемого дейтериевого плавления. Подобные процессы у Кеплер 1625 b при данном радиусе начали бы происходить при превышении массы в 13 масс Юпитера. Тогда бы данный объект можно было бы классифицировать как коричневый карлик. На протяжении второй половины 2017 года и первой 2018 года астрономы Алекс Техай и Дэвид Киппинг привлекли к своим исследованиям и орбитальный телескоп Хаббл, что и дало возможность получить убедительное доказательство существования экзолуны, вращающейся вокруг планеты Кеплер 1625 b. Ученые обнаружили небольшие отклонения и колебания на кривой блеска звезды во время нескольких транзитов планеты по диску своего центрального светила. Хаббл довольно интенсивно изучал планету, получая данные в 4 раза точнее, чем у Кеплера. Исследователи при этом имели возможность наблюдать планету до и во время ее 19-часового транзита через диск звезды. Во время этого Хаббл обнаружил второе и гораздо меньшее снижение яркости звезды через 3,5 часа, что согласовывалось, как аллегорически отметили ученые, с Луной и идущей за ней планетой, примерно как с собакой, следующей за ее владельцем на поводке. В дополнение к этому Хаббл предоставил подтверждающее доказательство гипотезы существования в этом случае экзолуны, установив тот факт, что планета начала свой переход по диску центральной звезды на 1,25 часа раньше, чем прогнозировалось. Эта модель согласуется с существованием планеты и Луны, вращающихся вокруг общего центра тяжести, то есть барицентра, что заставляет планету несколько колебаться и отклоняться от предсказанного местоположения. Дэвид Киппинг даже провел сравнение в этом случае с внеземной цивилизацией, наблюдающей за Землей и Луной при их транзите через диск Солнца. По его мнению, инопланетяне должны увидеть аналогичные аномалии во время солнечного транзита Земли. Астрономы отметили, что в принципе эта аномалия может быть также вызвана гравитационным притяжением гипотетической второй планеты в звездной системе. Однако в то же время Кеплер не обнаружил доказательств наличия других планет, которые бы вращались вокруг звезды Кеплер 1625 на протяжении всей своей четырехлетней миссии. А поэтому экзолуна стала самым простым и естественным объяснением отклонения от следования транзитной планеты. Обнаруженная экзолуна, по оценкам специалистов, имеет массу в полтора процента от массы ее родительской планеты и радиус немногим более чем четыре радиуса Земли. Как видим, скорее всего данная экзолуна представляет собой также газовый гигант величиной с наш Нептун, удаленный от своей родительской планеты на расстоянии, эквивалентно ее двадцати радиусам. Отметим также, что массовое соотношение между рассматриваемыми экзопланетой и экзолуной аналогично такому же соотношению, как и в случае Земли и Луны, или скажем Плутона и Харона. Однако естественные спутники Земли и Плутона это скалистые планетоиды, и согласно существующих моделей, они образовались вследствие столкновения с другими массивными объектами. В то же время планета Кеплер 1625b и его спутник являются газообразными, но никак не скалистыми, а поэтому подобное столкновение не может привести к образованию именно такого спутника. А раз так, то классические модели образования Лун у родительских планет, либо стоит пересмотреть полностью, либо существенно дополнить. Кроме этого, исследователи возлагают огромные надежды на запуск и будущую работу нового орбитального телескопа НАСА Джеймс Веб, который, по их мнению, позволит более четко увидеть экзопланеты и возможные экзолуны возле них. Как знать, может быть скоро открытия экзолун станут такими же массовыми и обыденными событиями, коими сейчас является выявление далеких экзопланет. Как бы там ни было, но наш канал Видеоньюз благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас в Ютубе, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok